Здравствуйте, всем я Димас, вы на канале Кузбрадер Хукс. Дорогие подписчики, гости канала, всем рады. И сегодня, может быть, удивим вас необычным десертом. Будем готовить груши в красной вине. Также можно это приготовить в белом вине, но в красном более интересно смотрится. Для этого берем груши, в принципе, обычные, какие есть в магазине. Лучше помягче взять, как бы, ну, не слишком мягкие, но при этом не жесткие, такие средние. Нам понадобится, естественно, какой-нибудь сотейничек. Также будет вино. Вино можно взять любое, красное, сухое, полусухое, десертное, сладкое. Мы взяли вот данный момент у нас сухое. Ничего страшного, мы это все исправим сахарным песком, либо мед можете добавить. По всем специям, которые туда идут, это похоже очень сильно на глинтвейн. Гвоздико у нас, корица, кассия. У нас нету корицы настоящей, она безумно денег стоит. У нас тут порошок или какие-то палочки, это все кассия подобие. А настоящая корица предоставит, ну, в принципе, только на Шри-Ланке. Ее не так уж много, и она стоит безумных денег. И в Китае, кстати, она тоже растет, эта кассия. Вот эту поделку нам шлют и выдают ее за корицу. Так что, как бы, вот вам первый обман. И также будет вот бадьян или анис. Вот несколько штучек, несколько звездочек я взял, тоже добавим в этот десерт. Также лимон чуть-чуть добавим для кислинки, для цитрусовой нотки. Для начала нам что нужно? Нам нужно почистить грушу. Если у вас груша не однотонная, как у нас, допустим, а с какими-то красивыми бачками, то там подобное, можете ее там, ну, не сильно чистить. Я имею в виду, ну, не полностью, чтобы вот красивые эти элементы какие-то, вот, допустим, вот, оставить, чтобы у вас там, как бы, эротично все смотрелось. У нас же, как бы, все однотонное, мы это все аккуратненько, экономкой нашей, почистим нашу грушу. Попочку можно убрать, она нам ничему. И все укладываем в наш сотейник и делаем то же самое со всеми остальными. Ну, вот, мы почистили наши груши. У нас как раз в сотейник поместилось 4 штучки, как мы все рассчитали. И добавляем наши специи. Это добавляем бадьян, можно его поломать немножко. Также добавляем гвоздику. 5 штучек добавлю. Как бы она едкая, но при этом все отдаст свое. И добавляем нашу кассию, так называемую корицу. Где-то, ну, чайную ложку. Кто любит корицу, можете больше добавить, кто не любит, можете меньше добавить. Также добавим сахарный песок. 3 столовые ложки. Естественно, мы потом попробуем на вкус, ну, должно быть сладкий десерт. Так как вино у нас сухое. Обращайте все это внимание, если у вас вино какое-то сладкое, меньше добавляйте сахара, либо меда, или там, чего там, стиви добавляете, там, подобным. Добавляем вино наше. Если у вас, как бы, ваша финансовая возможность не позволяет расстраиваться на такое количество вина, хотя это вы потом можете все выпить впоследствии. Сюда 0,5 уйдет, наверное, а то вся бутылочка 0,7. Можете все разбавить водой. Это все нормально. Мы ставим на плиту на конфорку и все ждем, будет у нас вариться. И, естественно, впоследствии мы вот это все вино туда добавим. Может быть, даже будем добавлять туда еще и воды, потому что это все будет вариться на среднем огне. Сейчас закипит где-то в течение, ну, получаса, это точно. Просто надо, можно проверить зубочисткой или шпажкой, чтобы груша, она была, как бы, медиум. Так, если можно выразиться, чтобы сердцевинка, она была твердая. Ну, вот смотрите, у нас наши груши закипели. До закипания прошло минут, там, 5-7. Мы попробуем сейчас на сахар. Сахара мало. Вкус отличный вообще. Я добавлю еще пару столовых ложечек. И мы вот отрежем одну, пятую часть лимона. Выдаем туда сок. И кинем сразу цедру. Она даст, конечно, горчинку, но мы ее не будем долго варить. Буквально минут 15. Она немножко сейчас это отдаст, свои эфирные масла, лимонные, приятные. И мы ее вытащим. Посмотрите, друзья, вот у нас прошло какое-то время, минут 30-40 точно. Такая вот груша у нас красивая получается. Ароматная достаточно, естественно. Куча специй. Все красивое. Мы ее вертели, крутили, переворачивали. Она достаточно мягкая стала. На самом деле, можно ее съесть как бы в горячем виде. Я как бы ничего не говорю вам, как вам больше нравится. Но рекомендуется ее остудить. Остудить до комнатной температуры, либо еще холоднее убрать в холодильник. Сейчас у нас часа два пройдет, оно остынет. И будем пробовать, что у нас получилось. Ну вот, друзья, смотрите, получилась у нас такая замечательная груша. Она постояла, остыла. Так что пробуем, что у нас получилось. Просто нежнейшая. Супер десерт. Прям грушевый глинтвейн. Очень вкусно получается. Пробуйте готовить такую грушу. Десерт получается достаточно приятный, нежный. Если уходить своих друзей, угостить. Подруг, приготовьте, чуть заморочите. Ставьте лайки, если лайки, кому понравилось такое исполнение нашего десерта вниз в нашем канале. Всем приятного аппетита. Пока-пока.